Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев. Рад приветствовать вас в своём новом видеокурсе. Лендинг пейдж. Адаптивный дизайн. И в первом уроке давайте поговорим о том, что всё-таки такое лендинг пейдж. Чем он отличается от обычных сайтов? Почему он так популярен? Лендинг пейдж – это одностраничный сайт. Его главная цель – сфокусировать внимание человека, потенциального клиента, на какое-то определённое действие. Это может быть подписаться на рассылку, продажа какого-то курса или вступить в какой-нибудь тренинг. Как правило, лендинг пейдж имеет только одну страницу. Максимально упрощая, не принуждать человека никуда кликать, переходить на какие-то другие страницы, вся информация о вашем продукте или о вашей подписке размещена на одной странице. Отличие от обычных сайтов, что на больших сайтах, имеющие всевозможные страницы, блоки, различный контент, на таких сайтах внимание рассеивается. А лендинг пейдж, он всё-таки фокусирует внимание на определённое какое-то действие. Сейчас в наше время достаточно много вариантов создания лендинг пейдж. Это могут быть программы, онлайн-сервисы, генераторы лендинг пейдж, КМС-движки и так далее. Каждый из этих способов создания лендинг пейдж имеет свои минусы и свои плюсы. В рамках этого курса мы с вами будем пошагово разбирать создание лендинг пейдж на популярном бесплатном движке Joomla 3 серии. На Joomla есть специальное расширение, которое позволит нам с лёгкостью моделировать лендинг пейдж. Есть ещё одно популярное решение для создания лендинг пейдж, довольно популярное сейчас в сети, это программа от известной компании Adobe, программа Adobe News. Также там имеются свои плюсы и минусы. Почему я решил сделать видеокурс создания лендинг пейдж именно на Joomla 3 серии? Как вы видели из названия моего курса, он называется «Лендинг пейдж. Адаптивный дизайн». А у Joomla как бы все шаблоны и само вот это расширение для создания лендинг пейдж имеет адаптацию. Адаптивный дизайн, чуть позже об этом поговорим. Плюс я с Joomla знаком очень давно, практикую её уже где-то 6 лет, накопил достаточного опыта. И меня вдохновило создать этот курс по таким преимуществам, что здесь есть адаптивный дизайн, возможность регистрации пользователей и многое-многое другое. А сейчас давайте пойдём в интернет и посмотрим, какие бывают лендинг пейдж. Я вам покажу, что такое адаптивный дизайн и так далее. Итак, я в Яндексе набрал пример лендинг пейдж, перешёл в картинки. И вот вы сейчас видите скриншот одностраничного сайта лендинг пейдж. Здесь идёт продажа каких-то услуг, да, ремонт вашей квартиры. Как правило, вот такие вот яркие информационные блоки, да, интересные примеры. Также вот есть продажа готовых домов, визуально видите, да, как устроена, идёт вот форма, форма заказа или заказать звонок. Также вот такие вот есть, также есть вот такие под офис. Как правило, вот эти вот менюшки, это не страницы, а просто якоря. То есть, если страница достаточно длинная, по клику, например, цены, страница автоматически будет прокручиваться вниз до блока цены. Это ключевая такая особенность одностраничных сайтов, чтобы человек никуда не уходил, не переходил, да. То есть, ключевая особенность одностраничных сайтов лендинг пейдж, если, например, вы что-то продаёте, что конверсия продаж у одностраничных сайтов гораздо выше, чем у многостраничных каких-то порталов или сайтов, да. За счёт этого он имеет такую популярность. То есть, ваш продукт просто лучше продаётся. Ну, конечно же, это все, грубо говоря, потому что лендинг-пэйдж еще нужно правильно оформить, правильно разместить блоки, разместить текст. Текст также должен быть продающий, да, то есть грамотно написан и так далее. Сейчас я перешел на свою продающую страницу. Я продаю видеокурс. Сейчас вы видите перед собой лендинг-пэйдж. Он достаточно длинный. То есть лендинг-пэйдж может иметь как бы неограниченное количество страниц, если это нужно, да, но, как правило, он одностраничный. Вот посмотрите, какой маленький ползунок, то есть страница очень длинная. Он выполнен в программе Adobe Muse. Как, смотрите, проверить адаптивный дизайн, да? Что такое вообще адаптивный дизайн? Это перестраивание контента, это перестраивание блоков в реальном времени. Как это проверить? То есть я просто за край браузера тяну, уменьшая тем самым браузер. И контент должен подстраиваться, перестраиваться. И в итоге, когда я сужу браузер максимально, блоки должны все выстроиться так, чтобы их все было видно, понимаете? То есть сейчас конкретно у данного лендинга нет адаптивного дизайна. Вы видите, я сузил браузер, а блоки и меню как бы обрезается. При этом появляется вот такой вот ползунок снизу. Но при всем при этом этот данный сайт имеет и планшетную, и мобильную версию. То есть когда человек зайдет с планшета или с мобильной версии, то программа видит, с какого устройства зашел человек и выдает ему другую версию этого шаблона. То есть заранее мной подготовленную. Адаптивный дизайн это как бы не обязательно. Главное, чтобы была планшетная мобильная версия. Потому что люди все больше и больше пользуются мобильными устройствами. И вы потеряете колоссальный приток трафика, то есть людей. Если у вас будет страничка, например, открываться только на компьютере. А если у вас не будет мобильной планшетной версии, версия будет открываться компьютерная на телефоне. То есть будет все очень мелко, и вы не сможете там ничего толком разглядеть. В наше время это неприемлемо. Обязательно должна присутствовать мобильная планшетная версия. Но тенденция такова, что люди, заказчики, кто заказывает в компаниях себе лендинг-пэйдж под свои услуги, для своих фирм, все чаще и чаще начинают заказывать именно адаптивный дизайн. На сегодняшний день пока это такая трендовая фишка. Если вы, например, зашли с какого-то нетбука с маленьким экраном, а у лендинга, у сайта есть и мобильная планшетная версия, но он большой, растянутый у него блоки, не имеющий адаптивный дизайн, на маленьком мониторе он все равно будет обрезаться. Вот один из косяков, не имеющий адаптивного дизайна сайта. То есть он обрежется в любом случае. Но если человек зайдет, например, еще с более меньшим экраном, например, телефон, там все-таки будет отображаться нормально. Надеюсь, это понятно. А адаптивный дизайн, откуда бы вы ни зашли, всегда блоки будут отображаться красиво. Так, мы сейчас с вами посмотрели вариант шаблона, не имеющий адаптивный дизайн. Давайте сейчас посмотрим все-таки, что такое адаптивный дизайн визуально. Вот сейчас перед вами моя тестовая площадка. Сейчас сайт уже открыт на Joomla. Я его подготовил, в следующих уроках мы будем разбирать подробно, как здесь все это устроено. То есть вы по ходу курса научитесь создавать всевозможные эффекты, всевозможную анимацию и так далее. Мы пробежимся вот по всем этим блокам, и вы научитесь делать потрясающие сайты, потрясающие лендинг-пэйдж с адаптивным дизайном. Вот смотрите, сейчас я тяну за край браузера, и видно, что уже текст перестроился, блок меняется, картинка сужается, видно, что меню сейчас и верхние элементы двигаются как нужно. Меню превратилось в такой вот элемент. Если я кликаю, меню откроется сбоку, да? Это просто как вариант. И вы видите, да? Вот, например, нижних блоков. Смотрите, если я тяну, вот видно, что блоки становятся больше. А если я сужаю, то блоки сейчас перестроятся в один ряд. Видите, вот уже перестроились они. Видите, какая красота? Это и есть адаптивный дизайн. То есть на сегодняшний день это самая такая мощная трендовая фишка. Многие компании, которые предоставляют услуги создания лендинг-пэйдж, не делают адаптивный дизайн. После прохождения этого курса вы сможете делать лендинг-пэйдж адаптивный дизайн и даже сможете открыть свою контору, например, по созданию лендинг-пэйдж на заказ. Давайте посмотрим, какие есть еще варианты на Joomla именно лендинг-пэйдж, также имеющий адаптивный дизайн. Сейчас то, что вы видите, да, это шаблон. Это просто конструктор. Мы его наполняем своим контентом, меняем цвет, размер, блоки и так далее. Все это позволяет делать специальные расширения для Joomla. Позже об этом поговорим. И немаловажную роль играет все-таки шаблон. Если шаблон какой-нибудь старый, не имеющий адаптивный дизайн, то, естественно, там не будет никаких перестраиваний блоков и так далее. Давайте рассмотрим шаблоны известной компании Gavik Pro, которая занимается созданием шаблонов и достаточно популярны. Соответственно, эти шаблоны коммерческие, то есть вы сможете их тут приобрести. Смысл в чем? Вы смотрите готовый, наполненный контентом какой-то шаблон. Есть просто шаблон, есть лендинговый шаблон, да. Смотрите, как они выглядят, потом, например, вы покупаете этот шаблон, если он вам понравился. В среднем один шаблон стоит 39 долларов. Покупаете шаблон, устанавливаете на Joomla, просто наполняете своим контентом, да. То есть один из таких красивых шаблонов, который мне очень сильно импонирует, это вот Stakehouse. Если мы на него перейдем, здесь есть кнопочка демо-демонстрация. Вот просто обалденный дизайн, да. Здесь все элементы заменяемы, то есть задний план, вот эта картинка с едой, да, то есть это представьте, вот, например, вы примерно видите, как выглядит ваш будущий лендинг, просто заменяйте свой логотип на свой, картинки на свой, это все мы с вами будем проходить. Также вот идут якоря, о которых я говорил. Если мы нажимаем, страница перематывается, все анимировано, это как бы не обязательно, но для красоты, для эффектности. Многие лендинги используют анимацию. Прокрутим страницу вниз. Появляется вот такое меню сверху. То есть очень-очень качественные и красивые шаблончики можно подобрать под свой лендинг-пейдж, да. А на этом я заканчиваю данный видеоурок. Я надеюсь, теперь вам понятно, что такое лендинг-пейдж и отличие лендинг-пейдж от обычных сайтов, а самая главная разница между лендинг-пейдж и обычных сайтов, да, и как они могут увеличить конверсию продаж. А в следующем уроке мы с вами приступим уже к установке движка Joomla 3 серии.